34 миллиона рублей выделили в этом году на ремонт и реконструкцию детских спортивных школ в Якутске. Так, за это лето обновили 6 объектов, в том числе ДЮСШ номер 4. В каких условиях тренировались спортсмены до этого и какие грядут изменения в школе после ремонта? Репортажи Валерии Константиновой. Протекающая крыша, проходившиеся утепления, просевшие полы. В таких условиях приходилось заниматься детям в зале спортивной школы номер 4. Старые технологии были, стекловата, она просила, появилось много щелей. И когда сильные морозы или ветер продают зал, видно, как флаги, которые висят, страны частные, колышутся. Но в этом году зал должен преобразиться. На его ремонт выделили 14 миллионов рублей. Где у нас солнечная сторона, прошла оттайка и полностью посередине фундамент упал на 16 сантиметров. После нервировки это полностью выровнялось. И у нас сейчас остается докончить отопление, утепление. А также у нас 50% полностью меняется крыша. Отметим, что школа пользуется большим спросом среди желающих заняться футболом. Немаловажен тот факт, что здесь проходят тренировки ведущего футбольного клуба республики «Заря». Детская спортивная школа 4 у нас является основной меккой футболом. Мини-футбол. Тут базируется мини-футбольный клуб «Заря». И тут футбол. Сборная команда города Якутск основной здесь готовится. Юные спортсмены любят свою школу и надеются, что реконструкция зала даст хороший толчок в развитии мини-футбола в республике. Можно сказать, это лучший мини-футбольный зал в Якутске. Я еще ожидаю, что он еще лучше будет, что здесь будет чемпионат мира проходить по мини-футболу. Все ремонтные работы идут в срок. И в сентябре юные спортсмены начнут свои тренировки в спортзале, отвечающим всем современным требованиям. Валерия Константинова, Иван Семенов, НВК «Саха», Якутск.